На столах в Доме памяти, каски, разные элементы военной формы, остатки снарядов, на стендах фотографии тех, кто прошел это испытание, тех, кто прошел Афган. Среди экспонатов, как утверждают организаторы, только подлинники. Все они в свое время были частью тех страшных событий. Экспонаты все здесь подлинные, помогли нам и воины-националисты, часть передали, часть у нас были собственных фондов, и как бы все это мы сегодня выставили. Мы делаем каждый год, проводим мероприятия, различные мероприятия, в том числе и с родителями, молодежь, студенты всегда ходят. Первыми посетителями выставки стали студенты исторического факультета. По их словам, знать такие вещи им нужно еще и с профессиональной точки зрения. Вот такие события для нас, это не просто, как попросили сходить и посмотреть. Для нас это реально интересно, незначимо. Любая война учит нас тому, чтобы вновь не развязывать ее, просто не слушать. Не многие слушают, не многие учат, скажем так, уроки истории. А вообще, если посмотреть, сколько жизни унесла вот эта афганская компания, сколько, скажем так, остались военнослужащих инвалидами, потом не смогли, скажем так, полноценно жить. Проходили курсы реабилитации, это все очень тяжело и больно смотреть. Перед собравшимися также выступили непосредственные участники тех событий, ветераны. Они рассказали свои воспоминания, ответили на вопросы студентов. Как отметили гости, сейчас тем событиям уделяется мало внимания. Нет патриотизма, не воспитывается он, плохо это, школы забросили. Молодцы исторические факультеты, им это надо знать, а вот другие не интересуются, школам это не надо. Некоторые школы говорят, а зачем нам это, у нас на это денег нет, да никому это не интересно. Вот так говорят наши современные директора школы. Надо заниматься патриотическим воспитанием молодежи. У меня дети, слава богу, воспитаны. 30-летний юбилей будет отмечаться 15 февраля, однако выставка, посвященная военному конфликту в Афганистане, доработает до конца месяца. Вход в Дом памяти для всех оренбуржцев свободный.